Бессарабия Бессарабия в состав Российской империи вошла на основание Бухарестского мира 1812 года. Скажем так, после этого был еще Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский трактат после войны русско-турецкой 1878 годов. Так вот, согласно данных международных договоров, Бессарабия являлась частью Российской империи, и никто никогда, по сути дела, не оспаривал данные мирные договора. После этого прошла оккупация Королевской Румынии и Бессарабии с 1918 года, и до Пакта Молота-Риббендропа Бессарабия находилась в оккупации именно Королевской Румынии. После Пакта Молота-Риббендропа, и, конечно, эта тема очень острая и имеет много мнений, но, тем не менее, я не хочу рассматривать Пакт Молота-Риббендропа как союз между, допустим, СССР и Гитлерской Германией, Пакт о ненападении и так далее, нет. Но с точки зрения Бессарабии данный договор имел право-восстановительный характер. Почему? Потому что именно восстановилось право Сан-Стефанского и Берлинского трактата, согласно которому Бессарабия входила в Российскую империю. Поэтому, если мы говорим о динансации Пакта Молота-Риббендропа, необходимо давать оценку именно действия этого договора именно на Бессарабию. Но, исходя из всех приведенных договоров, эти договора никак не влияли на территорию современной Приднестровской Молота-Риббендропы. Значит, никогда Приднестровье не входило, в принципе, в состав Королевской Румынии, я имею в виду Левый берег, а всегда являло частью Российской империи, либо уже Украинской ССР. И в 1924 году на левом берегу, скажем так, Украины была образована Молдавская автономная Советская Социалистическая Республика. И до Пакта Молота-Риббендропа существовала данная автономия. После Пакта Молота-Риббендропа не мы пришли в Бессарабию, а Бессарабию присоединили к нам, и появилась Молдавская Советская Социалистическая Республика. Поэтому, если говорить уже о динансации данного мирного договора, так фактически и юридически Бессарабия от нас отказалась. И Советская Молдова вернула себе историческое название Бессарабия, а мы получили свою независимость. В лице Приднестровской Молдавской Республики. А мнение господ с Молдовы, ну это их личное мнение. Если уж хотят они создать унию с румынским государством, то пожалуйста, проведите референдум, пусть народ выскажется и примите решение. Никто не оспаривает ваше право и на самоопределение. У нас свое самоопределение, у вас свое самоопределение. Я не собираюсь, так сказать, навязывать свое мнение политикам с правого берега.